МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков. В студии Ярослава Налимова. Здравствуйте. Сегодня в программе. В Газпроме подвели итоги года экологии. Надымская дочка компании перевыполнила план. Благотворительность и конкретная адресная помощь. Надымчане помогли ребенку. Итоги конкурса специальных грантов общества. Победители – авторы шести проектов. Выпуск начнем с освещения исторической даты. Выходу на Уренгой – 40 лет. В декабре 1973 года автотракторный поезд доставил десант первопроходцев, первых жителей будущего города, для организации работ по обустройству уренгойского месторождения. Это было задание Владислава Стрижова. Соответствующий приказ по объединению Надым-Газпром был издан 17 декабря. Начальником сборной колонны назначили заместителя директора по эксплуатации КАФТ Анатолия Марковина. В телефонном интервью он вспоминает, как колонна вышла в путь, как выполнялась поставленная задача. Было много грузов, машины шли днем и ночью. Например, перевозили трубы большого диаметра. А ветер дул постоянно, особенно при прохождении участка, известного как «Русское поле». Стали разгружаться. Ни крана у нас не было, ничего. Снега было навалом. Мы прямо в одну кучу очень много нагревали бульдозерами. У нас было два бульдозера. Потом подгоняли КРАС или МАЗ, или кто был, и стаскали потихоньку на эту кучу тросами. А потом его уже бульдозерами с двух сторон толкали так, как надо. Это была первая буква «П». Это было три вагончика или четыре, пять вагончиков. Два по краям и один сзади. А потом это все под общую крышу делали. Это были такие блоки. В «Газпроме» подвели итоги года экологии. «Газпром. Добыча на дым» вместо запланированных 50 мероприятий реализовала 318. От применения новых технологий на объектах добычи газа для снижения негативного воздействия на окружающую среду, до образовательно-просветительских акций и оказания помощи правительству Ямалоненецкого автономного округа в проведении экологической экспедиции на остров Белый. Затраты составили более 600 миллионов рублей. Обустраивая месторождения и добывая природный газ в крайне сложных арктических условиях, в регионе хрупкого экологического баланса, основным принципом деятельности компания считает стабильное производственное развитие и сохранение окружающей среды. За вклад в обеспечение экологической безопасности при освоении природных ресурсов Арктики генеральному директору общества «Газпром. Добыча на дым» Сергею Меньшикову вручили почетную грамоту «Газпрома». Общество «Газпром. Добыча на дым» стало призером всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность-2013» на лучшее инновационное решение в области безопасных условий труда. Экспертное признание – свидетельство согласованности политики общества со стратегией государства, ориентированной на сохранение жизни и здоровья трудящихся. Конечно, награда – это высокое признание итогов работы предприятия в различных сферах деятельности. Мы же поговорим о выполнении планов по добыче газа и перспективах. Я представляю гостя нашей студии – это начальник производственной диспетчерской службы общества «Газпром. Добыча на дым» Юрий Береснев. Здравствуйте, Юрий Леонидович. Чем был знаменателен этот год в плане газодобычи? Ну, наверное, перед тем, чем был знаменателен год, сначала бы я хотел сказать, какой план до нас был доведен по обществу. В начале года план был установлен в объеме свыше 79 миллиардов кубов газа, но в связи с тем, что магистральный газопровод Баваненкова Ухта не был введен на проектную мощность, этот план у нас неоднократно корректировался. К концу года корректировка составила более 10 миллиардов кубических метров газа, и последнюю корректировку мы будем делать в декабре – порядка 750 миллионов. И таким образом, общий план на конец года для нас теперь составляет около 69 миллиардов. А знаменателен год был тем, что, во-первых, Баваненковское месторождение вышло на режим уже 113 миллионов кубических метров в сутки, при своей потенциальной возможности порядка 160 миллионов и даже чуть выше. Лидером по газодобыче среди филиалов стала, наконец, Ямальское ГПУ, опередив Надымское нефтегазодобывающее управление. И, наконец, мы установили свой новый исторический максимум по суточной добыче. Сегодня мы уже работаем 250 миллионов в сутки. Если вернуться в историю, то предыдущий рекорд был в 2001 году. Тогда мы добывали 233 миллиона. Когда выполним план за 2013 год и когда зажжем традиционную елочку? Ну, с учетом сказанного, выполнение плана по обществу будет обеспечено 30 декабря 2013 года. Уже на данный момент выполнены планы Медвежинским ГПУ. Это произошло 23 ноября. Ямсоветским месторождением 10 декабря и 25 декабря будет выполнен план юбилейным месторождением. И, еще раз повторюсь, 30 декабря по прогнозам мы должны выполнить свой план уже в целом по обществу. А насчет елочки, ну, с учетом того, что наше общество переехало в новое красивое административное здание, здесь уже порядок, ну, определит руководство общества. Как, каким образом эта дата, эта веха будет отмечена. На 2014 год какой план доведен? На 2014, на мой взгляд, огромный план. 88 миллиардов уже на 2014 год. Скажем, это, опять же, исторический рекорд. Потому что, если смотреть всю историю «Газпром-добыча на дым» или «Надым-Газпром» раньше, то максимальные наши планы находились на уровне 72-73 миллиардов кубов газа. Это были 1982 год, это были 2001 года. Вот, сейчас 88 с лишним миллиардов. Юрий Леонидович, как будете работать в праздничные дни? Какой-то особый режим будет? Ну, надеюсь, все будет, как и всегда. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, как и все, скажем, эксплуатационные персоналы всех газодобывающих объектов. Это касается диспетчерских не только наших, но и диспетчерских филиалов. Плюс хотелось бы еще и сказать то, что в обществе уже подготовлен и подписан праздничный, так называемый, приказ, согласно которому по администрации и филиалам будут назначены ответственные дежурные, которые будут взаимодействовать с нами по вопросам функционирования и устойчивой работы филиалов. Юрий Леонидович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, а мы продолжаем выпуск. Творить добро не ради красного словца, а потому что это кому-то нужно. Не раз подтверждалось, что в холодном Надыме живут люди с горячими сердцами. В уходящем году все вместе помогли надымскому школьнику Назару Силакову, попавшему в беду. Стойкий оловянный солдатик с недетскими глазами, так называют его в школе. Наш следующий сюжет о нем. О том, что в семье Силаковых произошло горе, сначала узнали в школе. Назар, любимец всего класса, веселый, подвижный, сообразительный, стал неважно себя чувствовать, быстро уставать, при движениях испытывать сильную боль. Назар тяжело заболел. У меня начала болеть в ребрах, как будто бы там картошина большая стоит. Мы пошли на УЗИ, выявило то, что опухоль. И кость начала разваливаться. В апреле 2011 года шестилетнему Назару врачи поставили страшный диагноз – злокачественный гистеоцитоз, очень редкое онкологическое заболевание, до конца неисследованное. Два года мама ребенка Анна Силакова добивалась направлений в онкологические клиники, где могли бы помочь. Тюмень, Москва, Екатеринбург – заболевание ослабило иммунитет, стало поражать внутренние органы. Мальчика прооперировали. Мне в шесть лет сказали это. Конечно, это, наверное, больше всего убило маму, да? Ну да. Как ты ее поддерживал? Всякое, разное. Что говорил? Успокаивал ее чаще всего. Она из больницы приходила, сразу плакала. Когда он операцию забирали, мне говорит, мам, ты будешь меня ждать? Я говорю, конечно. Заплакал, говорит. Я боюсь, что я тебя больше не увижу. После операции лечение не было назначено. Рецидивы продолжались. Анна Силакова обивала пороги Надымской больницы, добиваясь направления на лечение. У Назара отказывали ноги. Он долгое время находился в гипсе. Его поддерживали одноклассники. Ну, чтобы выздоровел. Такое там письмо, чтобы ты выздоровел. Ну, чтобы здоровья нам желали. Мы ходили к нему в гости по очереди. Каждый день. Всем классом пытались собирать деньги на его лечение. Весь город собирал деньги на лечение. И он, поехав в ту больницу, его там вылечили. Ту больницу Анна Силакова искала в интернете. На лечение гистиоцитоза специализируются клиники в Японии, Германии и Израиле. Она отправила запросы, выслала медицинские выписки. Израильская клиника Шнайдер откликнулась сразу и согласилась на лечение Назара. Нужны были деньги. Спасибо большое Мацейко Али Степановне и Александровой Людмиле. Вот им большой плюс, то, что вот они, конечно, подняли общественность. И они, в принципе-то, можно сказать, что они меня и заставили это сделать. Инициативная группа поддержки обратилась с просьбой о помощи к депутату ЗАГС Собрания Ямала Сергею Меньшикову. Он взял это обращение на контроль. Была большая помощь со стороны Меньшикова, то, что даже, пусть это не сказать, чтобы это много, но, по крайней мере, он дал разрешение на распространение информации той же самой. Это уже помощь большая была, потому что деньги перечислялись с вахтовых поселков, очень много перечислялись. Люди звонили, люди узнавали. То есть и с Емсавей, и с Харсавей, и с Баваненкова, отовсюду, отовсюду люди звонили, узнавали, что вот перечислялись средства с поселков вот, со всех вот, Ягельный, Приозерный, Ланг-Юган, оттуда вот, отовсюду вот. Вторая школа вообще, конечно, молодцы, молодцы. Вот дети вот, молодцы. Дети, преподаватели, преподаватели звонили из большой школы, с маленькой вот школы, с младшей звонили, все узнавали. Вот с многих организаций здесь на Дыме звонили, узнавали. Конечно, я говорю, большое всем спасибо, огромное, всем спасибо, вот, то, что вот так вот отозвались. В общей сложности было собрано 1 миллион 700 тысяч рублей. Силаковы отправились в израильский Петах-Тикво, где Назару оказали квалифицированную помощь, назначили и провели лечение, и поставили еще один диагноз, вызванный основным заболеванием, сахарный диабет. Там мы проходили, нам делали химию, нам делали лучевую. Потом мы были на поддерживающей терапии месяц, сейчас никакого лечения, ничего у нас нет. Единственное, что вот по диабету, это диета, то есть не сладкого ограничивать, сладкое соленое, вот это вот все. Ограничение, конечно, физических нагрузок, но и полная противоположность простудным заболеваниям, что никаких простудных заболеваний, ничего, потому что, так как нет иммунитета, оно дает развитие новых рецидивов. В ближайшие пять лет нужно быть просто на чеку, чтобы при каждом каком-то изменении в его здоровье, где-то что-то, сразу же нужно бить тревогу. 1 сентября Назар Силаков пошел в школу в свой любимый 3-й А. Мы все кричали, радовались, все прыгали, бегали, не знаю из-за чего. Обнимали его? Да. Он веселый, такой хороший, любит пошалить. Иногда может девочка побежать, но все равно с ним весело, с ним весело, играть интересно. Ну и играем тоже, он же сейчас может бегать, то, чтобы в больнице было, но тоже может побаловаться. Назар Силаков рассказывает его учительнице Елена Стародубцева обычный озорной парнишка. Аккуратный, старательный, сообразительный. Он может как защитить девчонку в драке, так и сам эту драку организовать. Но то, что ему пришлось пережить, отличает его от других. Вы знаете, в прошлом году, когда они были в больнице, и он вернулся, я ему говорю, Назар, ну как дела? Пока все идет, как он мне говорит, пока я держусь, он мне. Я говорю, что значит пока? Ты должен держаться всегда у тебя, мама и сестра. Все, ты ихний тыл, что значит пока? И он мне сказал, Лена Александровна, знаете, у меня, наверное, еще все хорошо. Знаете, сколько там боли? То есть он настолько, и у него такие вот взрослые глаза, что этот ребенок действительно не просто видит, он чувствует эту чужую боль. Поэтому я думаю, что он может в принципе связать себя с медициной, потому что он понимает значимость этой науки вообще. Он обычный мальчишка, но такой стойкий, такой стойкий оловянный солдатик. Назару в феврале исполнится 10 лет. Четвертый год он борется с болезнью. И у него все получится, потому что он любит жизнь. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Подведены итоги конкурса специальных грантов общества «Газпром. Добыча на дым» в рамках программы «Газпром. Дети». Он был объявлен в октябре. Всего поступило 20 заявок. 17 для реализации в Надымском районе и 3 в Ямальском. 8 из представленных проектов затрагивали вопросы «Развитие детского творчества. 12 детского спорта». Выбор конкурсной комиссии был непростым, ведь главная цель – развитие способностей каждого ребенка, помощь детям. Победили авторы шести лучших проектов. Один из них принадлежит спортивно-оздоровительному центру Арктика Ямальского района. В Надымском районе будут реализованы пять проектов. Заместитель генерального директора общества «Газпром. Добыча на дым» Юрий Краплин вручил победителям сертификаты на получение денежных средств. Проекты должны быть реализованы в течение 2014 года. По условиям конкурса все получатели грантов представят подробный публичный отчет о своей работе. Чем более широкая аудитория могла прикоснуться и поучаствовать в данном проекте, тем этот проект находил большее признание у членов конкурсной комиссии. Поэтому все проекты, которые выбраны, они в основном нацелены именно на массовое участие детей или, по крайней мере, ознакомление с этими проектами массового количества детей. К этой теме мы еще вернемся. Будем рассказывать о воплощении творческих проектов. И далее в нашей программе окунуться в зимнюю сказку «Фантазия без границ». Борьба за каждый мяч. Женские команды по волейболу готовятся к финальным играм. Самый народный участковый Надымского района. Кому доверяет население. Медико-санитарная часть общества «Газпром. Добыча на дым» предлагает платные услуги по следующим оздоровительным программам. Лимфодренаж сделает тело стройнее, быстро и эффективно избавит от отечности, лишнего веса, целлюлита и варикоза. СПА-капсула «Альфа» лучшее средство борьбы с усталостью и стрессом, улучшение общего состояния организма, коррекции фигуры. Солярий Компенсирует недостаточность солнечного света, обладает лечебными свойствами при нарушении обмена веществ, повышает иммунитет, придает коже стойкий загар. Магнитотерапия «Алма» воздействует одновременно на весь организм. Применяется для лечения иммунной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ. Спелеоклиматическая аэротерапия Лечебный воздух доступен каждому. Присутствие в нем отрицательных ионов солейкалия и магния способствует рассасыванию воспалительных процессов в бронхах и легких, увеличивает дыхательный объем, а также консультация врача-физиотерапевта и ультразвуковое исследование. Медико-санитарная часть общества «Газпромдобыча на дым». Улица Комсомольская, 20А. Справки по телефону 56-63-72. Для тех, кто думает о здоровье. В эфире информационная программа подробностей. Одним из ярких событий уходящего года стала торжественная церемония вручения ведомственной награды признания. Она состоялась в девятой школе. Признание удостоены педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования, родительской общественности, социальные партнеры. Ежегодная творческая группа сценаристов из районного департамента образования, Центра детского творчества, Центра созвездия придумывают необычную оригинальную постановку. Важно, чтобы мероприятие прошло интересно. В этот раз за основу взяли известный фильм «Карнавальная ночь». Творческие номера создали атмосферу новогоднего настроения. Признание было высказано за творческий подход к развитию способностей детей, высокие результаты в профессиональной деятельности, активную педагогическую и жизненную позицию. Подаваться из зрительского зала были вручены благодарности и поощрительные гранты. В кругу друзей. Так в Доме молодежи назвали встречу старшеклассников со старшим поколением. Поводом собраться послужила не только дата образования Надымского района. Вспомнили еще одно декабрьское событие. С 2007 года, именно 9 декабря, в России чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия Победоносца и Ордена Славы. В календаре знаменательных дат это День Героев Отечества. Молодежь солидарна, важно знать историю своей страны, отвечает лирикой, стихотворениями о родном крае. Еще в кругу друзей прозвучало немало песен. Островы делятся афганские, в них боль и память. Мягко раздаются ноты туристических, романтика волнует по-прежнему. Радостно звучат просто популярные песни, «Жизнь продолжается». Взрослые убеждены, слушая музыку, молодежь думает, заглядывает в себя, пытается пережить чужую боль, задумывается над смыслом жизни. Получает также патриотический дух, ты узнаешь о истории этой войны, то, что пели в те времена, чтобы как-нибудь разведить эту обстановку напряженную военную. Тут приятная атмосфера, все друзья, все знакомые, что-то есть общее, поговорить о чем-либо. И это все выходит через песню, различные темы, к которым есть каждому сказать. Очень много ребят играет на гитарах. Даже те, кто не умеет, все равно приходят просто их послушать. Интересно, узнаешь много для себя нового. У нас ребята очень любознательные, они тянутся ко всему новому. Нам, взрослым, даже, многому есть чем научиться у них. Но единственное, что у нас есть опыт. А детвора детского сада «Медвежонок» может окунуться в зимнюю сказку. Здесь открылись мастерские Деда Мороза. Подробности в сюжете. Прямо с порога в зимнюю сказку. В нее попадают все, кто оказывается в холле детского сада «Медвежонок». Три белых коня, заснеженные ели. Все это – большой труд родителей и воспитателей. У нас очень креативные, творческие мамы. Вот эти снежинки, которые находятся на стене, они все связаны вручную нашими мамами. Вязать, я думаю, это приятно, тем более видеть свою работу потом здесь. Ну, а по поводу трудная работа, наверное, скорее объемная и требует длительного времени. Макароны, нитки, вата и, конечно же, мишура и елочные игрушки. В мастерских Деда Мороза они превратились в новогодние игрушки. Детской фантазии не было границ. Эта поделка сделана из красок. Я ее еще делала в прошлом году. У нас год лошади. И потому я выбрала этих лошадок. Я своими руками делала фонарики, делала снежинки, елочки и сердечек. Мы в садике украшаем группу мишурой, разными красивыми поделками. Мы дома с мамой сделали лошадь из иголок и блестяшек. Украсили мишурой. На глазах рождаются елочки, снежинки, колокольчики. В умелых руках ребятишек работа так и спорится. Воспитатели говорят, с каждым годом техника изготовления игрушек усложняется. Они вот придумывают украшать своими какими-то узорами. Они сами вырезают, сами детали разные доделывают уже. Дети откликаются на все, на любые задумки. Очень такие активные и любознательные. Детям все интересно. Применение нашли и старым валенком. Здесь уже родители проявили свою фантазию. Каждые валенки, каждая поделка неповторима. Здесь и мышка, здесь и сыр, так и называется поделка. Здесь вот такие валенки, в которых приятно будет ходить на улице. Они расшиты в национальном стиле. Воспитатели постарались, чтобы в зимнюю сказку «Медвежонка» смогли заглянуть все ребятишки. Детские игровые площадки украшают сказочные новогодние герои. В целом, лучшее новогоднее оформление объектов, прилегающих к территории администрации и филиалов общества «Газпром. Добыча на дым», оценит конкурсная комиссия. Традиционно на осмотр уходит два дня. Сначала комиссия работает в Пангодах, затем в Надыме. И об этом мы расскажем в следующем итоговом выпуске программы подробности. А сейчас наша постоянная рубрика. На дымчане рассказывали, какие новогодние блюда они предпочитают. Обязательно салат оливье. Ну что еще? Ну картошку с мясом. Яблоки прекрасные здесь вот. Ну и яблоки не ест лошадка. Ну это мы так традиционно. А больше ничего. Самое любимое салат оливье. А может что-нибудь необычное? Вряд ли. Фантазии не хватает. Селедка под шубой. Солодец. О, точно, холодец с хреном. Бегут лошади будет. Ну какую-нибудь кашку обязательно надо будет сделать. Вот. И все? Ну я даже не знаю, салата, наверное. Оливье, потом селедка под шубой и крабовые палочки с салатом. Еще не решил вопрос, с кем я буду. Одна или с дедками. Потому что все в разъездах. Холодец обязательно. Пельмени. Ну а салаты посмотрим. Оливье, селедочку под шубой, курочку, рыбку. То есть то, что лошадь не ест. Ну а как обычная русская традиционная кухня. Ну салат, оливье под шубой, гранатовый браслет, горячие, пельмени. Холодец обязательно. Селедку под шубой, салатик греческий с этими самыми, с брынзой. С удовольствием перчик, огурчик. К другим темам. Спартакиаду работников общества «Газпром. Добыча на дым» 2013-2014 годов продолжили соревнования по волейболу среди 13 женских команд. В предварительных играх начинается борьба за 1-8. Так что у встреч ключевое значение. А финальные игры пройдут в предстоящие выходные. Определят лидера и призеров. Часть предварительных партий увидела наша съемочная группа. Своими наблюдениями делится Светлана Тусиды. В спортивном сезоне 2013-2014 годов изменился состав волейбольной команды Управления капитального строительства. Здесь решили заново набирать обороты. Ставку сделали на молодость и, соответственно, перспективу. Команда сетует на одну. Не получилось тренироваться усиленно всем составом. Одна участница на сессии, другая только вышла из декретного отпуска. На предыдущей спартакиаде работников общества «Газпром. Добыча на дым» команда «Окса» заняла первое место во второй подгруппе. А мечта каждой команды – победить в финале. Я думаю, к финалу раскроется. Уже во всяком случае сыграться на протяжении вот этих дней. Будет больше возможностей. Действительно, вместе уже никуда не денешься. Надо быть командой. Поддержка и взаимовыручка. Отработка реакции и развитие выносливости. Так специалисты характеризуют основные плюсы волейбола. Как научиться играть достойно? С этим вопросом главному судье соревнований по волейболу обратилось немало команд. За две недели подготовки состоялось семь учебных тренировок. В целом спорт диктует прежние правила. Тренировки должны проходить не время от времени, а регулярно. В решениях команды ИТЦ отработать сильную подачу и решительную атаку. Судя по тому, что первую партию проиграли, девушки просто еще, по-моему, не разыгрались. Утро, не проснулись. Мне кажется, сейчас они должны мобилизоваться, озлобиться и пойти вперед. Второй день соревнований в субботу команда ННГДО назвала так. Не наш день. Мяч тяжелый, как снаряд. Такие же и подачи. А в воскресенье у девушек уже боевое настроение. Они готовы выиграть встречу с управлением материально-технического снабжения и комплектации. Удивительно, что при этом переживают за всех. Говорят, в первую очередь мы коллеги, а затем соперницы. Еще команда ННГДО желает всем удачи, ведь соревнования продолжат финал. А смысл игры очевиден. Перебросить мяч сопернику так, чтобы тот не сумел его отбить. На результат того, как ты сыграешь в игре, очень во многом влияет разминка. Иногда девчонки, допустим, утрешние игры, когда бывают, девчонки не размялись. И то есть получается, что ты разминаешься и начинаешь чувствовать ход игры именно во время игры. Поэтому главное хорошо размяться и на самом деле чувствовать командный дух. Что один мяч поймал, и другому надо, чтобы он его не упустил. Из соревнований действительно выбыла команда управления материально-технического снабжения и комплектации. На площадке осталось 12 команд-участниц. По мнению судей, общий уровень игры трудно назвать средним. Скорее, он любительский. Тем не менее, из общего числа выделяются команды СКЗ и УТТ-ИС. Играют лучше других. А вот то, что порадовало всех. Встречи прошли напряженно. Участницы боролись за каждый мяч. Поболеть за своих мам пришли и малыши, и старшие мальчишки и девчонки. В таблице игр места разделены по четырем подгруппам. В каждой из них три команды. В лидерах ОЭВП, УТТ-ИС, АУП, ННГДУ. Он тоже человек команды. Только его знает в лицо и хулиган, и потерпевший. Юлай Салаватов – самый народный участковый Надымского района. По итогам всероссийского конкурса из всех претендентов от Уральского федерального округа он набрал наибольшее число голосов. Познакомиться с участниками можно было в интернете. Этот конкурс – отличный показатель уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы. Таких проверок Юлай Салавата в день делает около 50. С 2006 года на обслуживаемом участке он выявил 15 преступлений. Это кражи, побои, угрозы убийства. Но самой главной своей заслугой считает народное признание. Большая роль для участкового – это когда народ тебя знает и уважает. Категория граждан у нас бывает разная. То есть с каждым человеком нужно постоянно общаться. Кому-то просто слово необходимо сказать, кому-то даже в юридическом плане объяснить, как и куда, где поступить. То есть разные ситуации, на каждые разные ситуации по-разному отвечаешь. По итогам всероссийского конкурса народный участковый Юлай Салаватов получил благодарность министра внутренних дел России. Выпуск продолжит рубрика «Подробности на дорогах». За прошедшую неделю на территории Надымского района зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в результате которого один человек получил травмы. Оформлено 25 ДТП с материальным ущербом. Проведено 5 профилактических рейдовых мероприятий. Было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок было привлечено 4 человека. Всего за неделю Госавтоинспекция Надымского района была выявлена 811 нарушений правил дорожного движения. И это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Впереди прогноз погоды, а я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Синоптики обещают сильные морозы. Днем средняя температура воздуха 29 градусов мороза, ночью минус 33. Ветер слабый до 4 метров в секунду. Сменит направление с северного на юго-восточный. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова